Здравствуйте, уважаемые слушатели! Пожелу вам представить для Балковриата специальности теплоэнергетика, дисциплину, монтаж и эксплуатация оборудования тепловых сетей. 30 часов лекции. Лекция номер 1. 1. Введение, состав и характеристика объектов монтажа и эксплуатации. Лектор Исаев Валерий Львович, кандидат технических и наук, доцент кафедры энергетической системы. Постановка темы и самой дисциплины монтаж и эксплуатации оборудования тепловых сетей. Весьма актуальны, потому что от монтажа, ремонта и качества эксплуатации оборудования зависит работа тепловых сетей, состояние трубопроводов, измерительной и силовой арматуры, который сказывается на фактическом реализационном свойстве тепловых сетей. Обеспечить комфортные условия потребителей тепла. Обеспечение тепловых нагрузок потребителей, горячего водоснабжения и нагрузки вентиляции и окоплений. Цель лекции Ознакомить вас с составом и характеристиками объектов монтажа, ремонта и эксплуатации тепловых сетей. План коррекции 1. Проектная документация на трассировку и способ прокладки трубопроводов. Следующее. Требования к способу прокладки. Франшири, опоры, конденсаторы, арматыла и аппаратура контроля параметра. 3. Тепловые пункты и их внедрение, внешние трубопроводы для оборудования, здания тепловых пунктов. 4. Тепловые камеры, смотровые колодцы, перемычки. 5. Назначение эксплуатационных возможностей, требования монтажу и эксплуатации. 5. Проектная документация на трассировку и способ прокладки трубопроводов. 1. Первой из документаций является трассировка трасс. 5. Это сложный вопрос, потому что строящиеся объекты, поселения, имеют перспективную состройку и текущую застройку. 6. Имеют подземные сооружения, кабельные линии, электропроводные линии связи и т.д. 7. Поэтому самовольная постройка трубопроводов, начиная с трассировки, невозможна. 7. Необходима проектная документация, которая могла бы учитывать все требования окружающей среды, зоны прокладки для трассировки теплотрассы, 8. А также способов прокладки трубопроводов в зависимости от исходных данных по тепловой нагрузке, диаметрам протяженности, возможности установки компенсаторов и других требований. 8. Проектная рекомендация для изготовления трассировки способов прокладки, монтажа и ремонта осуществляет отраслевые технологические проекты института, имеющие лицензии на производство таких работ. 9. Претензия – очень важный показатель работы таких организаций, связанный с наложением на них ответственности за качество выполняемых в проектах работ, 10. Которые скажутся на качестве следующих монтажа, ремонта и эксплуатации таких трубопроводов и тепловых сетей. 10. Проектная документация может рассматривать и формировать проектные организации в соответствии с нормами проектирования при наличии лицензии на такие работы. 11. При разработке проектной документации применяют два способа проектирования – графический и модельный эффект. 12. Требования к способу прокладки – траншеи, опоры, конденсаторы, опору, тротуар, тротуар или паралит. 13. Если были установлены район трассировки, оси трубопровода, 14. Способ прокладки, который может быть наземный и подземный. 15. Тогда уже можно говорить о следующих – траншеи, опоры, компенсаторы, аппаратуру контроля и паралит. 15. Рассмотрим способы прокладки. 16. Основные двигатели – надземные прокладки, кровопроводы, на отдельно стоящих опорах, мачтах, показывая стрелочкой, на эстакадах отдельно стоящих, на подвесных банковых конструкциях, 16. А также на низких опорах, подвижных и неподвижных опорах. 16. Неподвижные опоры осуществляют только поддержку трубопровода и устанавливаются на углубления, заполненные гравием, подушкой. 17. Неподвижная опора предназначена для ограничения перемещения трубопровода относительно точки земли. 17. Поэтому она, неподвижная опора, углубляется и закрепляется как фундамент жестко при ямке земли по оси трассы. 17. Подземная прокладка, современная прокладка, предполагает предварительно предизолированные трубы, то есть укладывает предварительно изолированные трубы на песчаную платформу, установленную на дне траншеи. 18. Особенность предизоляционных труб заключается в том, что в них предусмотрена система контроля параметров состояния трубопровода, 18. Измерение температуры, выявление утечек теплоносителя и вычисление величины теплоты, которая теряется, определяется как тепловые потери и другие параметры. 18. Старые трубоспособы прокладки – засыпка трубопроводов и укладка их в своеобразные железобетонные ограждения, 18. Либо в полупроходных каналах, либо в полупроходных каналах. 19. Сейчас менее перспективно в связи со сложностью как монтажа дороговизны высоких капитальных затрат, 20. Так и сложности эксплуатации и поддержания в работе этих сетей. 20. Особенно после ремонта теплосетей и перекладки трубопроводов. 21. Все это связано с разрушением вспомогательного оборудования под влиянием температур, разности температур, влиянием агрессивного действия грустовых вод и так далее. 21. Наземная прокладка трубопровода. 21. Отличается возможностью облегчения эксплуатации, осмотра, выявления нарушений в работе теплосетей. 22. Подземная прокладка только в современном способе прокладки предизолированных труб сравнивается с этим способом по измеряемым параметрам и облегчению контроля работы теплосетей. 22. А другие способы имеют в этом плане негативные моменты. 22. Это связано с тем, что для того, чтобы подземный трубопровод проверить, как он работает раз в полгода, осуществляет шурфу. 22. То есть прорывает шурфы, измеряет параметры утонения труб, состояние окружевки или теплоизоляции, измерение тепловых потерь, наличие других нарушений. 23. При подземной прокладке трубопроводов. 24. Траншеи опоры компенсаторов. 25. При установке труб в траншеи накладываются особые требования в нарядной системе, в самом начале. 25. При установке для бригады устанавливаются другие требования безопасности работы в траншеи, дополнительные мероприятия по укреплению бортов траншеи и так далее. 26. Работа с подъемными механизмами, с кранами, обеспечивающими подачу труб для монтажа, работа электросварщиков в траншеи, электробезопасности и другие сложные требования по безопасности в работе траншеи. 27. Опоры. Опоры подвижные и неподвижные, я уже о том говорил, должны обеспечивать подвижные опоры, свободное перемещение установленных на опоре трубопровода при удлинении в результате термического нагрева. 28. Компенсаторы обеспечивают компенсацию тепловых расширений трубопровода и имеют как неподвижную опору, так и подвижную опору. 28. Монтаж их осуществляется с предпередворительным растяжением, компенсационным изменением, например, по-образному компенсатору. 29. Компенсация сжимания трубопровода предварительно наполовину, величины температурного удлинения, с тем, что во время нагрева компенсатор расширяется и компенсирует половину ширины, длинные удлинения и теплового удлинения трубопровода. 29. Арматура и аппаратура контроля параметров современная имеет место замены клиновых или прямолинейных задвижек на шаровые, которые более надежны в работе. 30. Это перспективные направления развития оборудования теплосетей. 31. Тепловые пункты. Внутри линии и внешние трубопроводы, а оборудование зданий. 31. Тепловые пункты предназначены для обеспечения регулировки параметров сетевой воды на отключениях теплопотребителя от магистральных тепловых сетей. 31. Кодными параметрами являются параметры внутренних трубопроводов, подводящих сетевую воду к тепловым пунктам. 32. Внешние трубопроводы обеспечивают подвод и отвод от теплового пункта внутренних трубопроводов теплового пункта. 33. Основными элементами тепловых пунктов являются насосные установки, регулирующие измерительные запорные арматуры, установленные в закрытых помещениях. 34. Трубопроводы подземной прокладки, трубопроводы надземной прокладки. 35. Возможные трубопроводы обоих способов прокладки в тепловых пунктах для проведения регулировочных работ. 36. Здания с производственными помещениями. 37. Требования к зданиям производственных помещений следующие. 37. Оно сжима отдельно стоящее, без чердачных помещений. 38. Нужно иметь два сквозных выхода, один основной, на противоположной стене здания входной, за второй запасной выход. 38. Помещение делится на два объема. 39. Первый объем производственный, второй объем для эксплуатационного персонала, которая разделяется стеклянной витриной от производственного помещения. 39. В производственном помещении устанавливаются насосные установки, трубопроводы входа, трубопроводы выхода, внутренних разводов внутри теплового пункта, системы контроля параметров, регулировки, 40. Гроссельные устройства и прочее. 39. В здании эксплуатационного персонала устанавливается телефон для связи, инструкции, схема производственных трубопроводов и работы. 40. Положение внутри эксплуатационного предприятия, организации. 40. У дежурной по смене должна быть должностная инструкция, журнал регистрации параметров, журнал посещения теплового пункта. 40. Руководителями проверяющими ремонтной бригадой, журнал о сдаче и приеме смены и другие документы, определяемые главным инженером предприятия. 40. В том числе список лиц, запускаемых в тепловой пункт, рабочее время и требования доступа с регистрацией в журнале посещений. 41. В здании производственных помещений должен находиться противопожарный щит с противопожарным оборудованием, в том числе и огнетушители. 41. При монтаже и ремонте, эксплуатации выполняется по дополнительным условиям работы, топлованных и земляных работ. 42. Сделается отметка в нарядной допуске выполнения таких работ. Программа «Наземный проклад» отличается тем, что в журнале или в наряде допуска устанавливается требование при работе на высоте. При работе на высоте от нулевой отметки более 1,2 метра является правильная работа на высоте с применением приставных или приварных лестников. Работа с приставных лестниц выполняется по определенным правилам работы с приставных лестниц, а также работа на высоте предусматривает закрепление работников в монтаже МПСА, в зависимости от условий безопасности. Все эти условия указываются на рейде допуска на выполнение монтажа, ремонта. Эксплуатация элементов теплосетей связана с должностной инструкцией, ее выполнением и выполнением правил проведения работ с соблюдением условий безопасности, например, регламентирующие на опасных работах нарядом допуска. Перечень опасных работ устанавливает и утверждает главный инженер тепловых сетей. Тепловые камеры, смотровые колодцы, перемычки. Тепловые камеры, смотровые колодцы предназначены в основном для осмотра трубопроводов в зоне установки этих устройств при подземной прокладке трубопровода. В тепловых камерах могут быть установлены на отводящих линиях регулирующие устройства для обеспечения местного регулирования теплоносителя в сторону потребителя. Кроме того, в тепловых камерах и смотровых колодцах могут быть установлены либо непосредственно приборы для замера температуры и давления теплоносителя, либо установлены врезки с возможностью установки в эти врезки приборов контроля давления и теплоносителя. Монтаж таких устройств относится к разряду оборудования в подземных условиях. По определенным требованиям проектной документации и по выполнению монтажных работ, план графика выполнения монтажных работ. Эксплуатация выполнения работ в тепловых камерах и смотровых колодцах выполняется работниками по прямому указанию руководства в связи с планом осмотров и регистрацией, проверкой регистрацией параметров теплоносителя и демонстрируется в журнале диспетчера тепловых сетей. С контролем выхода и возвращения работников после выполнения работы в тепловых камерах и смотровых колодцах. Перемычки. Перемычки устанавливаются для обеспечения колец рециркуляции теплоносителя по теплосетям при испытаниях теплосетей, а также для других потребностей при испытаниях, наладке и выполнении работ по организации циркуляции теплоносителя при факт-мажорных обстоятельствах и во время аварий. Смотровой колодец. По сравнению с предусмотренным тепловыми камерами, смотровой колодец имеет ограничения установки аппаратуры. Здесь могут быть установлены только врезки для включения в последующие тех регистрирующих приборов, например, температуры и давления для замера. В них могут быть установлены регулирующие задвижки на впетлениях и элемент шурфов. То в любой момент это постоянно работающий шурф, можно сказать, в который работники опускаются и осматривают состояние теплосетей, кровопровода, конкретность по их теплоизоляции, по наличию свещей, заданные графиком, осмотром и утвержденным руководством по плану осмотров теплосетей. Тоже подземные сооружения. Все проектные работы по формированию, монтажу, ремонту и эксплуатации предусмотрены в проектной документации. Выводы. Работоспособность тепловых сетей определяется качеством работ монтажа, ремонта и эксплуатации. Объектами монтажа, ремонта и эксплуатации являются центральный тепловой регулирующий пункт, центральный тепловой пункт, тепловые пункты на магистральных сетях. Насосные установки с помогательным оборудованием, установленные на таких пунктах, трубопроводы теплосетей с дополнительными устройствами и опорами. Эксплуатация оборудования теплосетей обеспечивается обходами и осмотрами. Для этого существуют тепловые камеры и колодцы. А также регистрация параметров сетевой воды, регулирование этих параметров в соответствии с действующими правилами и нормативными актами. Прошу заслушать заключение задания и контрольный вопрос. Вам необходимо выполнить задания по формированию кратких тизисов по результатам самостоятельной работы над материалом по теме лекции и ответить на контрольные вопросы, связанные с тематикой сегодняшнего лекции. Первое. Кто имеет право формировать ось трассы и документацию на строительство и монтаж теплосетей? Имеет ли право работники теплосетей самостоятельно, без документации, утвержденной лицензированными предприятиями, выполнять работы по монтажу и ремонту теплосетей? И в каких случаях это возможно? Следующее. Особенности, перечислить и особенности достоинства и недостатки подземной и наземной прокладки трубопровода. Какие перспективные современные способы прохватки трубопровода? Второе. Следующий вопрос. Назначение тепловых камер и тепловых колодок. По какой документации осуществляется монтаж тепловых камер, тепловых колодок, опор подвижных и неподвижных и строительство тепловой сети? Какие меры безопасности и документация обеспечивают соблюдение требований работы в траншеях, работы на высоте и электросварочных работ по соединению трубопровода при монтаже эксплуатации в ремонте? Спасибо за внимание. Совершаем лекцию. Продолжение следует... Продолжение следует...